А как у нас в Владивостоке началось производство хлеба? Сюда прибыл парусник-мальшур под командованием капитан-вентенанта Шефнера. Узнать историю хлеба, с чего все начиналось и как покорял жителей Владивостока один из хлебозаводов Приморской столицы. В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда» социальный проект «Хрустальный мир» пригласил владивостокских ребят на экскурсию и мастер-класс в музей, где главный экспонат – хлеб. В каждой стране производился свой хлеб. В Египте один хлеб, в Древней Риме другой хлеб, а у нас на Руси, на Украине был, конечно, ржаный пшеничный хлеб. Ребята, среди которых были и дети с ограниченными возможностями здоровья, смогли детально познакомиться с процессом приготовления хлеба – от поля до готовой выпечки. Экскурсия охватывала более чем вековой период. Ребятам рассказали и показали предметы, при помощи которых создавали самый распространенный продукт. Мы хотим разрушить барьер между детьми-инвалидами и детьми, которые не имеют инвалидности. По средствам их совместного времяпрепровождения на различных мастер-классах, экскурсиях – это проект администрации города. Когда познавательная часть экскурсии завершилась, у ребят была возможность продемонстрировать свои изобразительные таланты. И дети, и родители с увлечением выводили на печенье свои узоры, создавая съедобных матрешек. Ну, мама просто красивая стоит, я как-то не так... Щечки я не успела, а яснички тоже не могла, а вот и разменяла. Я хотела, чтобы папе понравилось. Мне понравилась сама экскурсия, интересно. Еще понравился мастер-класс, который мы делали. Больше всего мне понравилась прялка. Она почти как на картинках сказок. Аж слов нет. Можно было пораскрашивать пряники, и можно было чего-нибудь поесть. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Восьмом.